Субтитры делал DimaTorzok Здесь нет, мне кажется, ярко выраженного фаворита Сейчас мы, конечно, это посмотрим Напомню, что SpiderPix на данный момент имеют статистику 3-2 Они две серии подряд проиграли Gambit вчера проиграли свой первый матч И сейчас чуть выше, чем их соперник находится в таблице У них игра в запасе Пятое-шестое место прямо сейчас Очень важный матч для тех и для других Можно подниматься в четверку Там в InStrike точно кто-то из этих команд сместит рано или поздно Может быть даже сегодня Ну и давайте разбираться В основном, как думаешь, как у нас здесь все сложно Слушай, ну мне сложно сказать Первый вопрос Gambit'ы сегодня, интересно, в полном составе или нет То, что была информация о том, что Будет играть вместо дурачьё Игрок Сани Вот Это, скорее всего Ну какая-то, видимо, уже конкретная замена Да, хотя, конечно, официальных анонсов я вроде как не видел от Gambit Вот Ну в любом случае это важно Да, замена, не замена Полный состав, не полный состав Трейдит, тестит что-то новое или не тестит Вот Команда SpiderPix у нас тоже непостоянная, нестабильная Да, бывают катки хорошие, реально темповые, жесткие Бывают катки, где они просто идут без ресурсов драться И в итоге матч проигрывают Определенности у меня нет Точного ответа на вопрос, кто здесь сильнее У меня тоже нет Вот наш партнёр что скажет, допустим, паре матча? Осталось 5 секунд Так, мы посмотрим, да 2.15 на SpiderPix, 1.65 на Gambit Ну, наверное, наверное, Gambit и чуть-чуть фавориты, возможно Но Если там замены, надо, опять-таки, во-первых, узнать Во-вторых Понять, насколько эта замена впишется в состав Вот, как ты говоришь, SpiderPix 2 матча подряд проиграли Gambit вчера тоже, да, уступили коллективу ЛТВ Для меня неопределён Ладно, посмотрим, как будет исполнять Осталось 5 секунд Например, WinStrike раскатали 2-0 SpiderPix сами раскатали WinStrike 2-0 Ну, то есть, мне кажется, здесь прям очень равный матч И SpiderPix, ну, мы с тобой постоянно, когда попадаем на их матчи Отмечаем одни и те же ошибки Вот одни и те же Они постоянно почему-то не умеют холдиться И просто вот переждать Взять паузу в игре Пофармить 5 минут Вот всё, что им иногда нужно Это просто пофармить 5 минут И игра сама будет выиграна автоматически Если они не будут лезть непонятно куда Непонятно зачем Постоянно Они это продолжают делать Насколько они сделали выводы после двух поражений За сутки всего лишь неясно Gambit, я уверен, знают своих соперников Я уверен, что они, ну, либо смотрели в прямом эфире Либо потом какие-то, может быть, демки посмотрели А может, просто там драфты глянули Но они должны понимать, в чём слабы Spider-Pix Если они на это надавят То Gambit выиграет эту серию Если же Spider-Pix сделали выводы И перестанут страдать фигнёй Извините за выражение Как они это делали иногда То тогда у Spider-Pix прекрасный, мне кажется, шанс победить в этой серии Но пока драфт, честно, мне нравится снизу побольше Просто начало драфта Уже сильный Магнус, уже сильный Snipfire Классная пара героев Ещё появится Кор какой-то под этого Магнуса Вариантов тоже масса Поэтому ждём Но хотя самых популярных и сильных кэрри патча Уже перебанили Почти всех остался только кто? Свен С хорошим винрейтом Свен остался Я вот что подумал Может быть, Spider-Pix не менять свою Не свой стиль А ставить свои фишечки Да, темповые, жёсткие замесы Просто под это героев постоянно брать Которым не нужен фарм Из того, что просто я вижу Лили на Bloodseeker und Dying Оно прям очень выглядит под невероятно Постоянные и жёсткие замесы Да, без фантомки Вот без всего этого Постоянно дерёмся Кулдауны маленькие Все три героя сверху Они готовы драться нон-стоп Если уж действительно Вы пропагандируете стиль Охотников Убийц Да, бесконечных Игроков, устраивающих файт То, наверное, просто героев соответствующих Подбираете Дровк тоже нормально Она, конечно, может пофармить Но она может и без фарма Неплохо сражаться В целом, купи ей там один Dragonlance Это достаточно много урона будет выдавать На early game Это один из тех кэри-персонажей Который действительно Может выдавать ДПС Сильный просто с одного скилла И для этого много слотов не нужно В ответ получают они Джиггернаут А Джиггернаут под Магнусом Уже хорошо Добираться до Draw Ranger Тоже легко Если у вас Snapfire, например, стоит в миде Не знаю, учли ли это SpiderPix Или считают, что Snapfire Аганим увидит нескоро здесь Но дровка опасна Просто опасна против Snapfire Как-то надо сбивать ее ультимейт, например Как-то нужно будет ее контролить Контроля очень мало ведь у SpiderPix Один стан Лины и тот ненадежный Нужно будет решать эту проблему с лотами На Сикере, например, можно Атос купить Вообще, драфт очень похож на то, что исполняют викинги в последнее время Сикер, Draw Ranger у них регулярно в драфте появляется Они ее, конечно, в основном берут с Вингой Ну и без нее тоже там шат периодически катает Ну просто, окей, нет станов, есть скорость На скорости догоним и бьем Контроля нет, но мы быстро бегаем Может и так можно поиграть В таком пике они просто не оставляют себе, мне кажется, заделана Ситуацию, при которой у них там не получится наставать Вот, допустим, как-то хорошо комбиты линии более-менее отстоят Будет фармить Магнус, будет фармить Джиггернаут У Снэпки там Агани появится Какая идея потом, да? Ты будешь идти в файт, вас будут принимать, убивать Будете раз за разом убиваться, игру проиграете Фармить, но, наверное, фармить будет лучше соперник все же Плана Б нет Ну, опять же, если вдруг вот они будут играть быстро, жестко, дерзко То можно реально засноуболить Батикерлин, Undying, Draw Ranger Герой для сноубола шикарный, мне кажется Закрывать они пик еще будут Пик будут закрывать они мидером У гамбитов есть вариант сделать Снэпфайр мид, Мирану мид, Магнус мид Да, куча вариаций, как вообще линии построить, поставить Снэпфайр, я вижу, тут вообще на 4 позиции Вообще просто на 4 позиции Она может быть пятерка, она может в мид пойти Здесь может быть тройка и вполне себе Может быть четверка В этом пике Ну, представим ситуацию, где она идет в мид Магнус идет в оффлейн Мне кажется, для Магнуса линия будет непростой В таком случае Он не факт, что будет умирать Но Undying с дровкой они гоняют Они реально гоняют силовиков, милишников Приходится постоянно убегать Постоянно тратить реген в большом количестве И на линии с Мираной Они даже убить в теории могут Хорошая стрела, везет далеко Но комбинация нет особо Но она, да, она может сработать Раз в пятилетку, если Магнус как-то вывезет Можно надежнее сыграть Магнуса в мид поставить Снэпфайр, допустим 3, Мирану 4 Или Снэпфайр 5, Мирану 4 И добрать оффлейнера Вот именно про этот последний вариант думают Спайдер Пикс, забанив Марса и ЦК Они как раз таки убирают оффлейн персонажей Это Эмбер Не угадали, Спайдер Пикс Эмбер мид Магнус 3 Мирану 4 Снэпфайр 5 Контроля нет у Спайдер Пикс У них вообще нечем ловить Джекернаута Если он начнет крутиться У них один Сайленс и Стан Лины на Эмбер Спирита И я думаю, что Гамбит, понимая это Смело взяли Эмбер Спирита Опять же, герой, который доходит до Дроу Рейнджер Он может сыграть через Юл И Сайленс ему будет не страшен Он тоже может фармить под бафом Магнуса Если потребуется Если где-то у него не пойдет, например Хороший Ласт Пик Если это мидер для Спайдер Пикс То нужен контроль в любом случае Хоть какой-то Драгонайт Не услышал от тебя положительные отвески Поэтому дальше буду Да не-не-не, это Просто сказал, как отрезал Это реально неплохой вариант Но это свой Это медовая Элина Элина Мин, да? С Юлом Да, от Нуба Это оффлейн мич, но был тикер, да И керри дровка Оксаня играет на керри Вместо дурачьё сегодня И на Магнус Так, подожди, а кто они куда-то? Мелис 3, да? Да, Мелис 3 будет играть Тройка Снэпфайр То есть это Снэпфайр Мирана Это Магнус 5 Джайкером на линии Ну, Магнус 5 это Как раз то, что Леброш, допустим, да? Умеет, делает Мне нравится драфт у Гамбит больше А по расстановке героев? По ролям? Ну, по ролям у них Только на легкой могут быть какие-то трудности Опять же Не думаю, что Джаггернаута сильно загоняют Он свое в любом случае получит Магнус ему даст баф Наделает стаков Например, он выформит Мне нравится, что Снэпфайр остается на курпозиции Неважно на какое А значит, аганим до 20-ой будет А то и раньше И проблемы будут у дровки Эмберспирит тоже здесь может себя хорошо проявить Хотя Лине Он, наверное, линию проигрывает, да? Чаще, чем выигрывает Для Лины Эмберспирит это не проблема Ну, по идее, да С поицей силы Лина стоит Лина, да, его гоняет Лина тычкует его издалека В этом плане ей, конечно, крайне комфортно Все равно драфт нравится чуть побольше Но пока я, честно, не прочувствовал силу команды Гамбит Я комментировал только один матч в их исполнении Это вчера Они его проиграли в нулину Поэтому, как их оценивать, пока сложно ответить Они играли с дурачьё Ну, даже так Я не думаю, что это на что-то сильно влияло Ну, у меня есть какая-то прослеживается Логика, да, с тем, что очень плохо и безнадёжно сыграли с дурачьё И вот уже сегодня играет Ксани Значит, была проблема, и они её решили Ну, проиграли один матч Проиграли один матч И при этом проиграли в очень сильной команде Хоть и разгромно Если после каждого матча игроки будут меняться Ничего хорошего не будет Тоже верно Посмотрим, как Ксани справится Ксани у нас недавно совсем без команды остался Теперь вот ищут себе новый коллектив Ксани, мы помним, у нас игрок, который и в центре когда-то играл Сейчас на кере Посмотрим, что получится, друзья Давайте посмотрим, как изменились коэффициенты у нас на первую карту От нашего партнёра Париматч 2.01 на этот раз предлагается на Спайдер Пикс И Гамбит 1.75 Ну, вот и Париматч тоже думает Думает, а кто же здесь фарит Непонятно, Гамбитам дают чуть-чуть больше преимущества Видимо, ну и заранее это было при фаером, при матчем Да, и сейчас тоже Ну, типа, как-то вот, может быть, по скиллове чуть-чуть Ну, непредсказуемо Согласен, непредсказуемо Потому что Спайдер Пикс у нас тоже ребята От которых можно всё, что угодно ожидать Вот самый, представьте, неразумный, нелогичный развитие событий В игре, в карте, да Вот самое неразумное, самое непонятное Это вполне может произойти Потому что за этот драфт, допустим, играет команда Спайдер Пикс Игроки в какой-то момент времени могут сделать очень классные мувы В какой-то момент времени могут просто похоронить себя Буквально двумя-тремя действиями Так, интересно, атака сейчас... Ой-ой-ой Я с Катар Бластом Мелис не попал Просто вплотную промазал Такая способность, да, которой очень сложно не попасть Реально очень сложно Так, ну и Леброн пошёл его гонять Дроу Рейншер здесь будет получать свой фарм В центре, как ожидалось, нуб уже начинает играть агрессивно Поднимается на хайграунд Вот так станет под чужой вышкой Бьёт Ларенофа руками постоянно Ну нуб в последние дни, несмотря на то, что там команда проигрывала Он-то отыгрывал большую часть матчей хорошо Вот спирит у него был прекрасный один раз А ты вспомнил следующую карту на его спирите Помнишь, как он в хроносферу сам залетал Помнишь, как он там впрыгивал и умирал Вот не дал ты мне договорить Я же хотел сказать, что нуб не всегда хорошо исполнял Ну как-то да, тоже стабильности мало Потому что я тоже, вот тот момент Я вспоминаю прекрасно свои слова Боже, какой был божественный войд спирит в одной из карт Ой, как переиграл ДНЗ-шка Эйна сейчас Просто на фэри-фарике поставил под собой Брамбл Мейс Но Эйн выжил И, конечно, ДНЗ-шка тоже выжил Но момент был очень красивый Так вот, одну карту он просто там изничтожает Под гримстрок, вот эта комбинация у Спайдер Пикс Просто думаешь, вау, он реально бог на войд спирите И вторую карту безнадежно в хроносферу залетает Куда-то залетает, умирает Там просто ужас, что происходит Да, всякая бывает у него Пока начинает хорошо Хорошо, Крипстат чуть получше Снизу там Леброн также гоняет двоих Ну Мелес, отвели они тут пачку Мелес что-то зафармит Три на один у Мелеса Че-то он вообще ничего не фармит Урона нет Просто нет урона Посмотри, как его Леброн здесь гоняет Леброн жестко Минус 16 Да, он еще и убежал Хотел подвышку кто-то поймать Подвышку поймать не получилось Вампир, стрела, мимо Мимо очень хотелось, конечно Отметиться результативным выходом в центр Но нет В итоге фармят 5 героев У них получается 5 кор-героев, 5 саппортов Но у команды Гамби так уж получилось на одного суппорта больше Про Аганим, да, я там говорил Да, да, ты такой до 20 Засекай Засекай Ну и смотри, чем Мелес так в дефолтной ситуации еще не все крипов добивает А точно ли просто практиковал Опять же мы вот Гамбит много матчей с тобой не комментировали Не знаем А если там Вот опять не добил Я опять не добил А здесь уже урон-то был Забил Ну и справляется Потихоньку, но и справляется Так, ну вот Попытались один раз выйти на Лину Не получилось В итоге Лина продолжает держать топовый крипстат Вообще среди всех Камбер Спирит начинает сдавать все сильнее и сильнее Я думаю, тенденция продолжится Если Лину там как-то опять не выйдут Не попробуют убить Ну только уже успешно Пока по нулям Пока очень спокойное начало Но вот крипстаты, конечно, получше у команды Спайдер Пикс И стоит отметить, что у них-то оффлейнер фармит много Мич и вчера играл на этом Сикере Ты вспомни, он там на стрики бегал 7.0.10 или что-то такое у него было в один момент Он очень поздно, ведь стриг растерял А помнишь, потом 7.0.10, а потом 7.1.10, байбэк Игра зруинилась Ну вот почему ты о плохом всегда? Я просто, как надо договаривать, да, что было? Но 7.0.10 было круто А потом в один раз умер, сделал байбэк и все Игра закончилась Вот все это время он играл нормально до байбэка Он играл отлично, я бы сказал Он убивал, у него все было круто А так оно и бывает постоянно Ты сделаешь несколько крутых мув, но допусти одну ошибку, сделай байбэк И умри после байбэка, допустим И соперник тебе сносит базу, у тебя нет байбэка, ты команду подвел И запомнит именно это А то, что ты там до этого катку тащил на своем блатсикере, мало кто вспомнит Многое зависит от того, когда это произошло То есть ты можешь тащить реально полчаса, 40 минут Но чем дальше, тем ценность смерти и байбэка, она только повышается Если ты там на 40 минуте где-то погиб и выкупился И вы в итоге проиграли, в том числе из-за этого, конечно Да, все закончится для вас плохо И будут это вспоминать Это грустно на самом деле Так, здесь нападение на Тага Тага пытаются убить Леброн выхиливает, нормально, так живет Нет регена у Леброна, тоже только танго с собой Курьеры Ну не комбинации получается Я смотрю, вот по разу у них куки плюс стрела залетели Да Неплохо Правда, нерезультативно Там Леброн просто соло рипа в 2 взял И на полстолбика с 0 хп практически дровку вылечивает Поэтому если убивать, то, наверное, убивать как-то вот именно с 1 каста Чтобы просто-напросто не было возможности залечить Так, ну по крипстату действительно у Спайдер Пикс лучше По надворцам я смотрю тоже круче Все три кор-героя стоят на линиях замечательно Преимущество это в экономике пока не дает вообще командам Но инициатива это приятно Надо где-то размочить счет Где-то Феррест Бат Давай, ты угадал Феррест Бат в прошлой карте Давай, рассказывай, где будет ФБ Я думал, ты скажешь, теперь угадаешь ты Не, ну ты скажи, где будет, потом я угадаю Я думаю, на топе опять Миджи получит левел 6, а они убьют А я думаю, снизу Они убьют Магнус Знаешь почему? Потому что Ларинов на хосте прибежал Удобно Дождался, да, пока он прибежал на хосте? Я специально ждал, пока это скажешь, чтобы... А тут Лина, ну, пришел, кстати, может и не будет никаких распадов Сейв ТП-шка от Лины Ну, Ларинов пробежался на хосте Лина увидел, ушел Там Лина постарше будет У Лины Матворса больше Правда Ничего не купил, пока он покупает себе Курьером, кстати, Войдстоун берет Восновление маны просто, неплохо Эмержи хочет сделать себе фейсбутс Тоже не возбраняется Дровка, 2 рейсбэнда, сапог, стики Хороший старт у дрова рейнджа Без смертей, без убийств Зато крипов много Это всегда приятно И возьмется сейчас левел 6 Станет еще проще Смог Смотрю, от Леброна, от ДНЗшки на топ Намереваются пойти Ну, кстати, тоже с ними под смоками Куда-то вот они двигают во вражеский лес Где-то какого-то перехватить хотят На варде видели Магнуса Магнус оттягивается в район Тир-2 Ага, тут Эмберспир А, стаки нашли Ооо, там в стон Они будут просто фармить стаки Ну что, красивая идея Красивая идея Прийти просто стаки Там хоть вывезли Андаинга Закручивает джиггернаут А плюха по Андаингу жесткая Какой-то дать солри Пока живет Ларинов делает первое убийство на Андаинге Попадается в западню Эйн Лагуда Блэйд прописывают по Ксане Ксане переживает Хилинг Вард ставит Перед собой пытается уйти Пошел до конца Меч, конечно, супер агрессор Потерзал Стрелу просто в лицо В лицо и его убивает А это считается, что фраг был на топе? Ну, я хотел тоже об этом сказать Но потом подумал Но все-таки это в лесу Поэтому думаю не считается Слушай, ну пошли стаки забрали Втроем погибли Достаточно ли компенсацию получили ребята из Гамбит? По-моему, нормальный джиггернаут Топ-1, Торстал Ларинов отметился двумя убийствами Но опять сверхагрессия Ну как можно подумать Что на девятой минуте Команда Спайдер Пикс Будет получать урон от Тир-2 вышки Причем два героя Сперва Андаинг Ну ладно, его там затянуло с Кювером Но Блотикер сам забежал И тоже под Тир-2 погиб Причем он Вот от сверхагрессоры Начал бежать не вниз От вышки, да Он бежал на джиггернаута У которого было не так много хп Как будто был план Что ребята, давайте еще его зажмем Плевать, что там Хеленвард стоит Плевать, что там Мирана мне стрелу даст в лицо Вот просто пойдем У него пол хп Я готов Ну как-то там Мидер же дал Лагуну Блейд Не зря же он дал, да Надо убить Правильно? Это как в прошлый раз Спайдер Пикс тоже Ну там Кто-то купил Мекку Ну не зря же он купил раннюю Мекку Все, значит идем драться Вперед Впятером Так не получилось Нас отпинали Но не зря же все равно Мекку покупал Вперед Драться Вот у них по такой же логике Они постоянно бои и принимают Ну нормально Они там выходили Спайдер Пикс уже после лейдинга На тысячу преимуществ Кстати Вот сейчас ее меньше тысячи Говорят о том, что все-таки Подрались, наверное, неудачно С таки забрать идея хорошая Подраться, наверное, идея была уже не очень хорошая Пытаются снизу сейчас Перехватить Мелиса Там Мич Нуб И с танчиком зацепить И... Ой Хорошее решение от Мелиса В данной ситуации Единственное правильное решение Сделать быстрый телепорт И в итоге Сохранил себе свою жизнь Там тем временем Подловили Леброна Старшторм быстро забрать Ларено в серию убийств И выходит еще Посмотреть на треугольнике А там так Очень захотел баунти руну Очень захотел Прям нужна была, конечно, эта баунти руна Ценой своей жизни Но команде помочь Или не жизни Могут и не убить А может быть все хорошо Мирана до конца За ним ничего себе Стрелой Попадает Уууууу Гампир Стрела Жестит Левел 3 Ты посмотри Урона много Ну, конечно, его разменяли Но фраг хорош А что поставим баунти руны Просто интересно Я вижу Ну, подобрал так Подобрал ДНЗ Подобрал Лыренов Подобрал То есть 3 по 1 Спайдер пиг забрали Одну баунти руну больше Ну и потеряли Однокири больше Джаггер тем временем фармит Мом А мы не забываем, что Эмпауэр на него сейчас вешается Причем это вот именно тот самый случай Когда боя фармить не надо на керри Потому что у тебя Магнус не кор И Магнусу больше тут нечего делать на саппорте Кроме как раскидывать Эмпауэр на своего керри Поэтому всегда будет под Эмпауэром Все, что должен делать Эйн Помимо Эмпауэра, это еще стакать Чем она занимается Вот видим, на эншентах есть лишние крипы И Джаггернаут пойдет сейчас их фармить Пауэр Работает Вард ставит, Джаггернаут практически урона не получает Вернее, он весь отхиливается Ну и сейчас вынесет много денег И дровка начнет пережать уже там на тысяченку Или около того Лариновский луху показывал Парни говорят, смотрите, сейчас от Бладрайту вернусь У меня Слейт офист есть Короче, стоял под Бладрайтом Стоял, тайминг Он нажимает Слейт офист заканчивается Бладрайт срабатывает У него залетает прокаст Лины У него остается 50 хп, он на ревнутых бегает Ладно, хоть выжил Но кунг-фу знатное показал Больше я думал, Ларинов пробовать доджить не будет Попробует просто отбежать Причем он реально мог отбежать Он реально просто стоял, кунг-фу показывал А скилухи не хватило Чуть не отъехал, кстати, из-за этого Стиля из-то какого-нибудь Или кто там у них? Цапля Ой, какая стрела летит Ревнутых за кейстом Мелец приходит, скатер-бласт Оп, Ларинов делает убийство Нормально катает Ларинов Прям здоровым помог соперник Когда пришел в их лес Стаки фарминг там Ларинов Раз, убийство, два, убийство Фаст Урна Сейчас нормально героев находит Щелкает Удобно играть в доту Опа, она пью, расчехляет Интересно, могут ли убить Лагуны нет, секунда И уходит аренан Гаст не в тайминг Ларинов опять катает Спайдер и Пикс Тоже собрались всей толпой, как обычно Классическая 12-ая минута Пятерка в центре Спайдер и Пикс Просто каждую игру Любую Включайте, будет то же самое По Миду с Медузой Со Свеном Кто там еще должен фармиться Фантом Ассасин Она вот примерно в этой точке прям стоит Под Т1 И бьет Пытается бить вышку Умирают, конечно, потом Вот это, что я называю Настоящая команда Вот они реально Единым кулаком вместе Спином Артик Кис Залетает Опять не заблоджил, смотри С помощью Слейт оф Ист Бадрайт Видишь, Сален Семер Его хилят Урна Меч Газ летит на Рем Он так играет Неплохо Хилинг Варт Позади стоит Разводит классно ДНЗшка Пуки мимо Хоть кто-то чем-то попадет Почему все живы до сих пор Все потратили практически Он не слэш стал Ну вот, наконец-то Сцепили Убили ДНЗМ Ну, Гамбит принимают условия игры Они тоже пятеро в центре Гамбит сейчас будут на их языке объяснять, да? Так Фраг на Магнусе Ну и платно Пятерка Где воротил стоял Получил Ну, молодец Джаггер Который Успевает при всех вот этих вот Файтах За что-то Непонятно за что Все-таки Фармить Периодически С Эмпауэром Вот С Мома Яшу себе Вытащил Тысячу колды Не хотят вышку отдавать Все в Гамбитах Ну и правильно Не надо отдавать Дабл дэмидж у вампира Леброн Под флэш големом Как-то пошел за соперником Вдвоем Вкусные приняли Они реально за тавров борются Когда они все здесь сошлись? На 12-й, да? На 13-й На 12-й, да На 15-й Ну, 15-й идет У нас Было 10 героев миди Только что по одному Там по два разбежались Остальные до сих пор в центре Ну, знаешь, срабатывает у игроков первой позиции Чуйка в керри, да? Вот крипов побить Вот это желание их пересиливает, чем файтится Поэтому периодически отлучается дровка И джиггернаут На нейтральные кэмпы Так, а вот смок, кстати Джиггернаут, кажется, видели Или не видели Там фарда не было Нет, они в туман войны идут Они просто хотят найти кого-то Ну, куда? В центр идти? На эмбера все-таки Да, решили в центр на эмбера пойти Ну, колоринов кунг-фу А там атос Там кунг-фу не покажет Ну, хороший фраг Относительно дровки Две с половиной тысячи Вышку снесли, но не уходят отсюда Спайдер Пикс Что-то еще их интересует Там-там-там стаки нашли Смотри, они поставили вар Там стаки Они хотят все это забрать сами Том Стоун Фармежка пошла За стаки прям здорово воюют Реально все почистят сейчас всей командой Молодцы Это все вот фарм Который должен был доставаться Джиггернауту И не достается Играют агрессивно Спайдер Пикс Они продолжают пропагандировать Именно свой стиль Гамбиты уже ушли от этого, да То есть они пошли сплитпушить Аккуратно выфармить Понимают, что Магнус на пятерке Теоретически может себе и блин взять Почему бы и нет, да Мелес там догоним И не дофармил Джиггернаут тоже не готов еще У него Мом Яша Там на 100 тысяч набирать-набирать Момы еще Манты точнее еще нет Поэтому надо фармить Ну Спайдер Пикс пробежали Пытаются тоже какую-то вот Свою идею показывать Будут искать драки Видим какие-то Центрик Джиггернаут пришел Ну не хочет, чтобы он не слэш тратит Да, куки нужно просто убить Да, просто убивают Там тем временем забирают Мирану Эмбер Спирит на ремонтах играет Получил Ультимейт от Блэдсикера Рапчур Так, тут на теренем стан И РП бы может быть выдать Или решили справиться так с митчем Митч бежит Его зацепили И убивают Неплохо Тут ДНЗ-шка все еще стоит Что же он хочет Коварное придумал Задержались, да Как-то Все равно В итоге Этот кулак распался И По одному герою смогли Выцепить Андаинг Соло подставился ДНЗ-шка Как-то выманивает на себя героев Суперагрессор Телепорт Там будет стрела Сейчас Бум Ну доигрался в итоге ДНЗ-шка Не знаю, конечно Может быть он специально На себя байтил Да, чтобы Отличить внимание От своих коров Чтобы они пофармили Все-таки дровку Никто не трогает Надо тоже понимать Что так спокойно стоит Там все качается в лесу Стакает Треугольник выфармивает У него в принципе тоже по фарму Неплохо Не так хорошо, как у Джаггернаута Конечно, но Своя получает Ну понимаешь, в чем дело Если бы Они просто Фармили Их бы скорее всего Гамбит не искали Гамбит ведь только отвечают Они сами никуда не лезут Спайдер Пикс Вот захотят Будут фармить Сейчас они зашли на Рошана Но Это уже опасно Хотя Рошана бьют С нормальной скоростью Стрела Стрела есть и все Информация получена Гамбит сейчас Могут Мешать У них есть все ультимейты Магнус Видишь, до блинка Не деформил Две сотки голды До 100 У Мелеса есть Аганим Он уже Гоблап закинул КД, правда, запустил Никого там не поймал Возвращаясь Есть медаль До 20 Стрела в Леброна И Морти Меркизас пошел И по ДРП Ой, как встали Ой, как встали Сочно Ну, тут не добили Правда, одного героя Рошан тоже не добит И здесь еще у гамбитов Остается джиггернаут С омнислэшем Надо просто ставить А, ну вард поставлен Просто заходить и убивать Вампир Не рано прыгнуло Три удара от Рошана Чуть не отъехала Баш с первой получила И все И все Я Егис для гамбитов Стрела не точно Там Мич, кстати Ларинов Нет, не стал цеплять Вот уже 5к за гамбит Ну, плохо получилось, да Они подарили Рошана Подарили несколько убийств Сама себе по себе идея, конечно Довольно наглая Такая аркада была От команды Спайдер Пикс А под шумок Заберем-ка мы Рошана Ну и потом действительно Когда первую стрелу получили Она залетела в Рошана Уже Спайдер Пикс Должны были понять Что их прочитали Что сюда придут Ну, решили остаться О, классно Сейчас Сэммер Спирит А то задоджил Красиво Спайдер Пикс Очень щедрая команда Они отдают Рошанов Они умирать ходят По миду Они ходят в чужой лес умирать Вот все для вас, ребят Просите, мы не откажем Стрела Ну, как он попадает Как они подставляются В пол-хп со стрелы И дальше добивают Минус ДНЗ Ой, не знаю Джаггер получил все, что Все, что хотел В этой игре, мне кажется На 20-й минуте У нее такие классные слоты Гоблап Тут Леброна видели Леброна убегает И Нас Кьювери Вот он Линк От Эйна Хорошо, что пофармил Молодец Куки неудачные Бладрайт опять Не задоджил Ларинов Но стрела залетела качественно Лил Шайдер Прострелили, убили Так вот, Саня получил все, что хотел Мне кажется От Лейнинга своего И Аегис ему еще подарили Прям вообще теперь Бесстрашный персонаж Очень сильный, под Непауэром Все еще может развалить Всю команду вражескую Самое единственное, что ДНЗ-шка может В какой-то Шадоу Реалом Спрятаться, да И от урона Джаггернаута увернуться Остальным-то будет сложно Ну хорошо, ладно Есть и у Лулины Нет Форстафа, допустим У Дровки Бладсикер Не задоджит никак У Дарреса, не слэша И, конечно же, Андайинг тоже Поэтому они боятся Как огня этого Джаггернаута С Аегисом Тем более драться не хочется Это, конечно, никогда не останавливало Команду Спайдер Пикс В целом Но Шансов победить Джаггернаута И не отъехать от него Очень маленько Лина В чужом лесу Очень далеко фармит Нуб Его здесь могут наказать За это Юл, юл И просто бежать Просто бежать Станом попадает Тут Мич, кстати Атака пошла уже на Эмбер Ультимейт Тот снэпфайр неплохой Нуб, скорее всего, отъедет Но хотя бы Эмбер забрали Не просто так прибежали Или просто так Или просто так еще и погибнуть Подарить фраг Сане И Два фрага даже К Сане подарили Прорезал Опять очень далеко Опять Непонятно Что они там забыли Ну, перехватили там Лину Которая фармила Вроде бы под Вардом, да Разыграли хорошо Эмбера Который подставился Потратив ран на свой Юл Но все равно действительно Команда подстраховала Гамбиты стянулись И в итоге Оказалось, что размен Все равно в пользу команды Гамбит Убили двух коргероев Убили четверку К Сане опять-таки Подарили много-много денег Он уже вот сейчас себе Скади выформит на 22 На шикарные тайминги, конечно Аутфарм Просто потрясающий К Сане вот для дебюта В этой команде Отыгрывает на первой позиции Сейчас классно Ну, ты знаешь, это тот самый Конкретно цветочный период, да Когда ты В новую команду Пришел Ты сейчас хочешь всем все доказать Всем все показать И играешь максимально Средоточенно Максимально хорошо Вот у К Сане сейчас Мне кажется, будет именно такой этап Насколько его интересно Хватит? Посмотрим Завтра провальный матч И все Весь запал Хватит еще Молодец, что не стал вписываться Замиранный просто ушел Бегите 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 Байтит на себя, что ли, с Кювер Ехать под вышку Мелисер представляется Они заманивают К Сане пришел Хилингвард поставил Ну, и К Сане со Скади, друзья Ой, не знаю Задолжил Станк К Сане, красавчик Бэтфьюри Задолжил еще и Террорайз Пошел, раскрутил Мартимир Кис летит Прыгает за Еще и нубом Ну, плагуна Блейд Закроет, конечно, Магнус Но погибнет, скорее всего, сам Опять 3 в 1 Риплкилл Баймелис в этот раз Все фраги собрал Ну, опять развели Опять Заставили гнаться Очень далеко Крепкий герой Убегал, да, Магнус Ну, здоровья Не так мало Плюс есть возможность Уехать подальше Ну, а там же команда Подтянулась Все четко Делают Гамбит Ну, пока играют Просто более дисциплинированно Вот реально дисциплины В действиях Спайдер Пикс Ее нет вообще Какой-то вечный Я думаю, там что-то Типа из разряда Гоу-гоу-гоу Героюль Го-гоу-гоу Го-гоу-гоу Такие колы примерно Шагу назад Ксани, кстати Ох ты Дезолятор Придумал себе В этом билде Максимальный агрессор Просто хочет убивать Иной раз, конечно В такой ситуации Там увидишь Аганим Скорее, да Чтобы поймать Чтобы поймать тебя Было невозможно Чтобы было Больше вариантов Делать фраги А тут Дизоль Он еще, возможно Хочет быстрее базу Сопернику снести Дезолятором Такой уже понимает Что игра в целом сыграна Я уже не проиграю Куплю Дизоль Мы еще и Тир-3 Там бараки Быстро сломаем Может, конечно Откажется Но билд Такой агрессивный Но при этом И с выживаемостью Все у него хорошо Много статов 2600 хп Так, Сики Подставляется первым Стрела Легко убивает митча Остальным В драку лучше Не ввязываться Проще отдать По вышку Но они остаются И Ларинов нападает Хорошо И РП А увезти забыл Но в любом случае Убивают того и другого И вышка тоже упадет Тут, как кажется Каждым разом Все хуже и хуже Команде Спайдер Пикс Тут как-то Совокупность факторов Ну, может быть Драфт Чуть пободрее Но и Откровенно Гамбит Просто были готовы К такому геймплею От Спайдер Пикс И постоянно отвечают Вот они знают Что делает Спайдер Пикс Делают одно и то же Из раза в раз Просто к ним уже Привыкли Ну, игра почти сыграна Надо просто Продолжать там же духи И Гамбит ее закроет Забрать Последнюю Т2-вышку И можно подниматься На ХГ В крайнем случае Рошан дождут Сколько там осталось Минуты с небольшим Можно идти Так, Гаст Так, Манта Стал Ксаня Сбросил с себя Гаст Бэдфирь раскрутился Отошел Дизоль у него уже есть Террорай залетает Но не коснулась Там со спины уже работает Эмберспирт Готов врываться С Ремнанта Станут ли на неточный Но Эмберспирт И так лишь только Позабавится Леброн Слэш Голем вызван Стоит он Таинг Идут на перехват С ДНЗшкой Есть Соларип Хорош, Эндайнг лечит И готовый спинаут Спинаут как раз подает На Эндайнга из Чейны Куки дальше Эмберспирт туда-сюда прыгает На Ремнантых Играет Соларинов Стан Джаггер Лагуна Блэйд залетает Джаггер разобрать Джаггер Манта Стайл Хорошо Долджет опять с Бэдфьюри Пытается уйти Погоня будет, конечно Шок Вейв Сани Есть Омни Слэш Можно разворовать Омни Слэш Нажал Омни Слэш На Лоу ХП Типец команда Гамбитц Вообще да И Ларинов поймали Есть Ремнант За ним дальше Ну пойдет Есть зачем сбить Стал сбивает Юлом Есть свой Юл Не нажал Ларинов И погибает Легкая для команды А может еще и Рошан прокнет? Посмотрим Две минуты Не в этот раз Ну в итоге все играли От этого Джаггернаута Джаггернаут ждал момента Ждал момента В итоге у меня Слэш неудачно Ни РП не дали Да, вот не было Ни Мортимер Кисос Как-то вот Джаггер не справился А остальные просто уже не знали Что делать Просто посыпались Джаггернаут там увидел дровку Он пошел за ней пешком В момент когда Монте Стайл еще в КД Получил Сайленс Продолжал идти пешком И получил стан от Лины Соответственно Дойти до дровки не может Команда осталась далеко от него Его просто расконтролили Ничего не получилось с ним придумать ДНЗ Увозят неплохо Но Эйн погибает следом Классический фит Пад на мод Команда Гамбит Потеряли четверых Пошла Мирана погибла Вышел Джаггернаут После Вышел Магнус После респауна Тоже умер Ну и Комбэк Ну кстати Вот за эту наглость С дезолятором Магнус Ты Джаггернаут Ты был наказан Возьми что-то на Живучесть Тот же самый Аганим Вот который он поставил Следующим слотом Стояться могла в корне Извиниться Было бы больше статов Было бы больше вариантов На самом деле Добить соперника Уйти Да Потому что у тебя Свиф слэш У тебя омни слэш Допустим Ты в той ситуации Вы потратил Не омни слэш На На Скажи им Я тебе скажу Сикер был Нет 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 На Дарквиллу Конечно На Дарквиллу Вот Она бы нажала Шатуу Реалм А потом У тебя уже Омни слэш был бы Не Имеется ввиду На нее же он перепрыгнул Потом Да Потом перепрыгнул Там прыжок то был Да Просто Дизоль Он как бы Вообще ничего не дает Тоже опция хорошая Да Додровки Это опять же Немножечко ХП тебе даст И ты уже вроде Такой весь Боевой Ну ладно Заиграли Заиграли Тауэр дэмэджа У команды Тоже не было Может быть Дизолятор бы И нужен был Хотя Обычно На такой стадии Когда вы уже Игру заканчиваете Да Или планируете заканчивать Там не важно Есть у вас тауэр дэмэдж Или нет Вы в любом случае Вышки то снесете Если вы убьете Всю вражескую команду Как ни крути Так Ну вот сейчас Еще одна Такая драка И гамбит Уже не будут Вести по деньгам От слова совсем По экспе Они Также все отдали Сани Увидел людей Побежал Покрутился Ну что Пофармием Теперь наверное Теперь как то Выверенно Нужно провести Драку За Рошана Потому что Очевидно Спайдер Пикс Сейчас поняли Что у них в принципе Все уже не так и плохо Можно драться Можно делать какие то убийства За Рошана Они точно будут биться Нужен тимфайт Так Нажали Мунлайт Шадоу Побежали При этом БКБ себе Не дособрал Эмбер спирит Летит спинаут Не попадает Мелис Ну просто Акфрошпит Ити нельзя Ни тем ни другим Нужна драка Летит стрела Мимо Собирает инфу Дает разведку Джаггер пошел Лина Стан прописала Блодрайт Джаггер Лотусон Продолжает бить Лин Еще один стан пропишет Еще один стан Петит стрела Блодрайт Очередной Брамбл Мэй Сюда Баунтиру Набайтит на Лину Набаунтиру Ирп на место Молодец Такой поклон Поклон Просто сделал Магбус Перед Линой Байт был прикольный Исполнен Вот так себе Ну и заходит Слэш-голем Леброн Залетает стрела Томстоун Ставится Ох ты Можно Мортимиркиз Просто Разделяли Андаинга Неплохо сыгран Он делает байбэк Рошан Лоу хп На Джаггернаут Джаггернаут Получил рапчер Доджет Блодрайт Нуб зашел Он на паучьих лапках Летит стрела За доджели Возвращается Рошан Очень хотят добить Бедла Заходят Наглую заходят И докажут сейчас Да Ларинов с Аегисом Теперь так Под атакой Он разворачивается Начинает убивать вампира Вампир еле живой Так продолжает убивать Ларинов убил Аегис выбил Где Джаггер Вот он Наконец-то Дай дом Не слэш Убей хоть кого-то Или без него Все Пойдет Посмотри Как это было эффектно Красиво В Блэйд Фьюри Прям выкинули С Гоббалап С помощью спинаут Прям точно Дрорейнджер Крутилки приземляется Да в стан Ну что Интересная была аркада Интересная попытка Были близкие Спайдер Пикс Чтобы здесь Захайлайтить Но не хватило Причем там Гамбит Как бы не с полными Ресурсами дрались Да То есть уже не было Мортимер Кисос Они потратили На Дайн Который выкупился Не было Реверс Полярити Который Ин просто В землю бахнул Никого не попав Но при этом При всем Все равно Гамбиты Выиграли драку Ларинов молодец Все-таки Залетел в идеальный тайминг Сфоровал Аегис Очень четко было сыграно И это конечно Все планы Команды Спайдер Пикс Просто спутку Ксани сломал Т2 Ну что Пойдут Наверх А Аегиса Конечно у команды Не осталось Но пробовать надо Там дабл дэмэдж На джекернауте Там прям Очень хочется попробовать На прочность вышку Хилингвард позади Дабл дэмэдж Активирован Надо с дисплейлить Постараться как-то Во Поднимает Юл Молодец Дисплейли Ну так как Т2 джекернаут Легко отдал Свой дабл дэмэдж Ну понятно было Что Лина поднимет Юл Надо было на этом сыграть Зная что Лина подойдет Может он был там Магнусом перехватить Как-то Ну ладно В общем отдали Дабл дэмэдж Отдали Решили отойти Там герои отреспаунили Тир 3 вышку Не тронули По итогу гамбит Точнее не разрушили Тронули Но не разрушили Ну и Спайдер Пикс Еще со Своей целой базой Постараются Что-то придумать Давайте посмотрим Что Ларинов Оттягивает Собрать баунти руны Ну проигрывают Десятку Ничего такое Уже камбэчили Даже С большим Отставанием Ребята из Спайдер Пикс Проводили удачные драки Это уже Такой этап Где Десять тысяч Это Слишком мало Чтобы сказать С стопроцентной уверенностью Что да Гамбит Точно победят Пара неудачных Каких-то Врывов От Эмбера Не знаю Опять подловят Магнуса Да боже Будет нечем И там Срэнджи Расстреляют Вполне Шансы Есть Они неплохие Надо самим Просто исполнить Есть сыр У джиггернаута Будет жить Аегис К сожалению Он не получил Ну хотя бы так Он слитофт наберет сейчас То есть купит аганим Там Сколько Порядка Трех тысяч здоровья У него будет Две кнопки лишние Ну точнее Одна кнопка лишняя Свиф слэш У меня слэш Можно понажимать Поубивать соперника Пойдет сыр Где-то в процессе нажмет Единственное что Его конечно попробуют Наверное там Убить через Стан Лины Быстро попробуют Расстрелять Лагуна Блейд Какой-нибудь Бладрайт И что-нибудь Типа Мультишота Если получится Круто Не получится Скорее всего Джиггернаут Успеет нажать Свои кнопки И уже будет больно Команде Спайдерпикс И это только Опять таки Проблема с Джиггернаутом Которую довольно Тяжело решать Еще есть Все же Эмбер Спирит Не забываем Про конечно же Снэпфайр И ее Бешеный Ультимейт Ну и все-таки Там Нет-нет Ну ей Может какой-то РП это и выдаст Не знаю С какой стороны Подойти Ребята из Гамбит А там Смог Понимают Мне кажется Прекрасно Спайдерпикс Где сейчас Находится Соперник Так Сикера Попали Бабочка Появилась Временем Удровки Ларинов Смог Спал Понимает На как Игран Держит соперник Здесь Лина на паучьих Лапках Сцепили Митч Джиггернаут С другой стороны Стрела Залетает Митч Не ожидал Просто разрезал Сани Дальше Непокие куки По андайнгу Доджетса Мультишоты Гаста какие-то Андайнг живет У него байбека нет Не забываем Умирать ему Конечно не желательно Там в целом С байбеками проблемы У всех 10 игроков Сейчас Кому-то не хватает Деньку Какого-то просто Кулдауна О, Лина выходит Кстати говоря С агонимным Лагуна Блейд Попытает сейчас Засолить С того же Мелеса ловит Надо убивать Соло Потому что Команду там В зоне Не стал Родкастовываться Мне кажется 2 600 Он не снесет Соло Ой, митч поймали Хорош Червайс Рапшир на развороте Есть БКБ Лутусорб Пин аут Крипа Никого не попадаем Стрела летит Тоже мимо Ну, как-то Играют Рошан Мы видим Появится Появится Не скоро 3-5 Может быть Минут И больше В таком случае Гамбит Реально могут Ждать его Просто ждать Понимаю, что Заходить тяжело А базу Не обязательно Спайдер Пикс Покидать Вот когда Игра уже В лейт заходит Они с базой Далеко Стараются Не выходить Это же не Десятая минута Когда можно По миду Драться Уже страшно В этот момент Инстинкт Самосохранения Включается У команды И проигрывать Катку не хочется И идти вперед Пятером По миду Хочется играть Понадежнее Надо-то как-то Вызволить Из базы Гамбитом Своего оппонента Заставить их Выйти Что-нибудь нажать И подловить На РП Провести одну Хорошую драку Заставили С базы вышли Вышли так Что чуть не убили Эмбер Спирит Эмбер Спирит Еле живой Добили его Он кстати Без байбэка Ловят также Эйна Тут укатывается Ну что будут принимать Вчетвером Или нет Или страшно Или побегут Просветили Эйна РП На развороте Хочет дать Отменяет Пошел Мортимир Кисос РП так и не используется Джаггернаут раскручивается Блейдфьюри РП перед своей смертью Дает Эйн Возменяли Ух ты И все-таки Смогли убить ДНЗшку даже На развороте Гобблап Спинаут В лину достали Ксани решил Все-таки Тага забить Так, мант доставил Задоджил Ксани Свифт слэш был У меня слэш еще остался Ксани Можно поймать Просто в мичи Разрадиться У меня байбайка нет Прыгают Станут личные От вины Держат позицию И Нету больше Гобблапа КД Несмотря на Ужаснейшее начало Драки От команды Гамбит Потеряли Эмберспирита Который не сделал Ни единицы Урона Для Этого Тимфайта Все равно Выиграли Драку Гамбит Кор герои Хорошо подкачаны Джиггернаута Крайне тяжело Убить Если нет фокуса Сразу Главных Дэмэдж дилеров Лины И дровки Если бьет Кто-то один из них Ксани Скорее всего Будет жить Ну и опять Нет контроля У вас Один стан И Сайленс Который доджится Большую часть Вообще Скиллов Джиггернаут Может Просто задоджить С помощью Блэйдфьюри И вот он Заходит Заходит Пока нет Дрорейнджер Поймал Стан Начинает Крутиться Начинает Уничтожать Бараки Под дезолятором Это неплохо Делается Обратите внимание Что взял талант Тебе на 25 уровне Именно на Увеличение Длительности Омни слэша А не на Просто Прибавку к здоровью Как это обычно Я думаю Сам популярный Сейчас Именно талант На хп Ну тут Тут ему нравится Прыгать Почему нет Причем в драке Он прыгал так Что в итоге даже Ультимейт свой не потратил Свифслэшами Полностью обходился Эйна подловил Днзшка сейчас Опять Эйн загуливает И умирает Летит стрела Попытка Какого-то Перехватить От вампира На хайграунд Поднялся Ларинов здесь И за Днзшкой Шаду Реалом Есть Террорайз Есть Нажимает И погибает Ларинов И вот пошел Свифслэш Очень быстро Уничтожили Андаинга Теперь по нубу Кстати все еще остается Омни слэш Пошел Омни слэш Теперь Накрыло Митча Так стреляет Отличные куки Мортимир Кейса В спину Так Ничего не может сделать Даже манту не нажал Трипл килл Байк Сани Ну запасом Джекернаут расправляет Соперником Наконец Получилось принять Ту самую драку И заставить соперника После поражения В замесе Написать ГГ Все таки Довели до победы Ну Гамбит реально Большую часть игры Были получше Да Они Да Сильнее играли Пожалуй только Один момент был Где у них прям Не получилось Где они Сверху потеряли Джекернаута Где они там Провалили драку Все остальное время Они играли получше Они принимали команду Спайдер Пикс Они соглашались На их условия И в этом были круче Потому что Джекернаут Не отвлекался Он под Магнусом Продолжал фармить Наверное Это самая лучшая Стратегия против Спайдер Пикс Когда Окей Они пусть идут драться У нас есть в целом Чем отбиваться У нас есть какие-то Персонажи с нюками Но при этом У нас еще и Джекернаут Который под бафы Магнусом Просто фармит И скорее всего Выиграет лейт Так и получилось К Сане молодец 13-1-9 Всего лишь единственная Смерть у него была Вот Ну не без косяков Понятное дело Да Где-то вот у Снафаер Начало не получилось Крипов совсем не было Где-то Ларинов Тоже не доигрывал Эйн в землю Реверсполярити давал Да Но суммарно Действительно Команда Гамбит Выглядела интереснее Сочнее И свою идею В целом реализовала Поэтому заслуженная Мне кажется победа Гамбиты Как и были При матчем Немножко фаворит Так они свое Фаворитство И оправдали Да Мы будем выходить На перерыв Будем ждать карту Под номером 2 Спайдер Пикс Опять в шаге Уже от третьего Поражения подряд И если смотреть По результатам У них Именно по сыгранным матчам Все может быть Отрицательно Так скажем 2-3 Так как одна победа Техническая Чего Естественно Команде не хочется Они падают Просто в таком случае Куда-то там Далеко вниз Естественно Это еще не претенденты На вылет с турнира Но За верхнюю сетку Бороться будет В случае поражения Гораздо-гораздо сложнее Ладно 15 минут И вернемся